Так, и для протокола, я зря не озвучил этого раньше, но, ребят, я не специалист, я не историк, я не геополитик, я перед каждым эфиром не гуглю по каждому, по каждой стране, по каждому сабжу, по каждому городу, народу, культуре. Я рассказываю то, что я видел, слышал, то, что я где-то погуглил, то, что где-то краем глаза у меня пробежало, потому что ко мне в последнее время в комменты под эфир начали приходить люди и в довольно агрессивной, токсичной форме начали мне рассказывать, где я не прав. И в основном это россияне. Ну, россиянам всегда виднее, что где происходит на самом деле, на самом деле дело в Узбекистане. Вот когда я начал про Среднюю Азию, в комменты пошел народ, в комменты, в личку, начал, что вот ты неправильно там, неправду сказал про конфликт Азербайджана и Армении, ты там неправильно про Грузию рассказываешь. Слушай, я не претендую на абсолютную истину. Я вот то, что видел сам, то, что мне люди местные рассказывали, какие-то выводы, к которым я сам пришел, я это и рассказываю. У нас тут не лекции по истории, по геополитике. Да, Илья. Я просто помню, когда я работал журналистом, как раз началась очередной этап Харабахской войны, не этот, а предыдущий в 20-м году. Мне так сказали, лучше про него вообще ничего не писать, потому что ты пизделей получишь либо от армян, либо от азербайджанцев. Да, 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 это абсолютная правда. Я вообще про любые конфликты лучше ничего не говорить, если ты третья сторона. Хотя даже если ты участник конфликта, то все равно, высказывая какое-то мнение по поводу какой-то конфликт, ты рискуешь получить пиздюлей от всех. От тех, кто лучше знает, а всегда найдутся люди, которые лучше знают. Но давайте к нашим баранам, точнее к нашим верблюдам, к Эмиратам. Эмират – это вообще такая интересная страна, то есть такая маленькая пиндюрка в уголке Аравийского полуострова, где, если не ошибаюсь, до 60-х годов не было ни хрена. Ну, то есть там была пустыня, выжженная с Аксаулы и Аксакалы, по этому всему кочевали мужики на верблюдах. Там где-нибудь в азисах строили какие-то поселения небольшие, если не было городов больших, ничего не построились. И в целом там как-то жить было, ну, не очень весело. А потом туда приехали... Прикольно, у меня вырубился ноут, но при этом трансляция осталась, то есть я сейчас к ней присоединился и все. У этого ноута какие-то приколы с батареей, так что эфир из дивана не получился, придется снять наступки. Так вот, так вот, эмираты. Вот, потом туда приперлись британские геологи, чтобы вести геологоразведку и раскопали там нефть. И тут эмиратцы, жители эмиратов, каких правильно называть, я не знаю, граждане, бедуины, короче, бедуины поступили очень по-умному. Британцы им такие, ребятки, вот мы у вас нашли нефть, давайте мы будем помогать вам ее разрабатывать и, собственно, у нее какую-то часть прав иметь, какую-то профиль с этой нефти. На что арабы сказали, ребята, пошли нахер. Вот пошли нахер, это наша нефть, мы ее доим, мы ее разрабатываем, мы с этого имеем весь профиль. И, как выяснилось чуть позже, они были в этом офигенно правы, то есть они получили в свое распоряжение всю нефть, подняли на этом дофигища денег, просто дофигища. И лет 20-30 стали одной из самых богатых стран мира, вплоть до того, что сейчас, если ты гражданин Арабских Эмиратов, тебе капают на счет доллары, не помню сколько, какое-то количество долларов в месяц, просто за то, что ты гражданин страны, которая продает нефть. Вот у страны есть много денег, и она эти деньги не пускает на вооружение армии и маленькие победоносные воины, да, как одна страна с ресурсами, а страна работает на благополучие своих граждан. Поэтому, кстати, получить гражданство Эмиратов очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сложно, там не работают такие штуки, например, ты женишься, выходишь замуж, ты гражданин, и ты гражданка Эмиратов нет. В Эмиратах такое не работает, у них получение гражданства просто максимально жесткое, но при этом, если ты гражданин, то ты имеешь такой профит от того, что твоя страна качает нефть. Да, Илья. Просто хотел напомнить, что Зеленский хотел как раз в этом году ввести аналичную фигню в Украине, только я не понимаю, в Украине с чего он собирался. Принимальный базовый доход? Пришлось и платить, но, в общем, да. Пришлось все-таки на войну тратить, к сожалению. Я считаю, что это все очередное популистское бла-бла-бла, которое... Что там с зарплатами учителей? 4 тысячи, да? Да, 4 тысячи баксов уже есть, да? Так что... Это такой год. Я удивлен, каким еще кто-то верит, этим ребятам. А в Эмиратах это сработало, причем по статистике в Эмиратах местные граждане Эмиратов, они, по-моему, вообще не работают на должностях ниже руководящих. То есть они руководители, они тим-лиды, боссы и все такое. А работают там на low quality. А, на низкопрофицированных работах там работают приезжие, причем там такая кастовая система. То есть строители – это индусы, няни – это филиппинки. Почему-то в большинстве стран, где я был, филиппинки – это няни, даже кланы филиппинских нянь, комьюнити филиппинских нянь. Я вот в Малайсе наблюдал именно такие закрытые сообщества, где чисто женщины, чисто филиппинки, и они все работают нянями. Я не знаю, почему так сложилось. В Амиратах очень низкая преступность, потому что любой гастарбайтер – это не оскорбительное слово, это всего лишь немецкий. А любой гастарбайтер знает, что если он что-то где-то нарушит, то его просто депортируют из страны. Он лишится дохода, он лишится возможности дальше работать, зарабатывать много денег. Поэтому спокойно ты можешь, я видел, бронировать столик в кафе кошельком. То есть летний террас, ты хочешь застолбить столик, просто в нем оставляешь кошелек или рюкзак, макбук, и приходишь по делам, покурить, возвращаешься и садишься за столик. Насчет количества денег у жителей Амиратов, вот интересный момент, вот на фоточке – это типичный район для понаехавших. В Амиратах так получилось, что дядя девочки, с которой я путешествовал, работает в Амиратах, работает на специальности, на должности, которую я не буду озвучивать, но работает неплохо. И вот ему выделили дом, часть дома в районе, в котором все вот такие, он приглашен специалистов. И это, кстати, вот у него заканчивался контракт, и условия такие, что если по окончанию контракта он не заключает новый контракт в течение, по-моему, месяца, то все, до свидания. До свидания, покиньте, пожалуйста, нашу прекрасную, богатую страну. То есть страна тебе дает много чего, пока ты работаешь, естественно, официально. Как только у тебя заканчивается новый контракт, у тебя есть очень-очень-очень мало времени, чтобы заключить новый контракт. Контракт, иначе пока-пока. Такая же система работает для понаехавших в Сингапуре, такая же система работает для понаехавших в Гонконге. Ну, то есть богатые страны, они как бы не пускают к себе, кого попало. И вот в этом райончике для понаехавших, это райончик на самом краю Абудаби, местные пятихатки абудабийские. В этом райончике на улицах и во дворах много брошенных машин. То есть ты идешь и видишь, там Ламборгина стоит, такая песочка присыпанная, слегка Марханчик маленький на ней уже нарисовывается. Там Порша стоит, Феррари просто стоит. Почему? Потому что человек купил новую машину. Утилизировать старую стоит денег. Продавать, ну, кому ты ее продашь, кому нафиг нужна твоя Ламборгина прошлогодняя, вообще что, смешно. Поэтому просто в адморах стоят брошенные машины двух-трех-четырехлетнего давности, которые никому нафиг не нужны. Они просто стоят. Это эмиранские деньги. Эмиранские деньги. Кстати, деньгами я там наличными не пользовался. Я взял, вот у дяди, у которого вписывались, взял немножко-то свинир, а так я наличкой там не пользовался, потому что все на карточках. Транспорт на карточках, магазины на карточках, музеи на карточках. Все на карточках. Насчет транспорта. В транспорте интересная система. Карточку ты прикладываешь два раза. Ты прикладываешь карточку к валидатору, когда заходишь в автобус и когда выходишь. И с карточки списывается денег по количеству остановок. А если ты на выходе не приложил карточку, то тебя списывается какой-то такой очень немаленький штраф. Вот мне сразу предупредили, типа ты на выходе обязательно приложи еще раз. Потому что иначе тебя штрафанул, там дофига денег. Прям дофига денег. Вот обычный стальный райончик. Асфальт, песок. Песок наметает, сутью жутко его там подметают каждый день. На пустыне чертова песок наметает ужасно. Песок, песок, песок. Это район для понаехавших гастарбайтеров. Местные там не живут. В автобус, в автобус нужно, даже в городской автобус, даже сразу посоветовали брать с собой куртку и шарф. Потому что за бортом плюс 50, чтобы это компенсировать, в автобусе кондер гоняет так, что ты мерзнешь. Реально мерзнешь, ты можешь простудиться, заболеть в автобусе пока едешь. Очень холодно. Вот это уже обудабельность. В основном в Эмираты все летят в Дубае. Дубае туристическая столица, самый понтовый город, самый блестящий, самые крутые гидропарки, остров Пальма, небоскреб, ля-ля-ля. Абудаби это номинальная столица. В Абудаби главный правитель. Да, кстати, у них же там 7, по-моему, 7 Эмиратов. У каждого Эмирата свой правитель, свой шейх. Они все друг другу братья. То есть это один клан. Это клановая система. Все шейхи друг другу братья. Но есть главный шейх, которого они так будут считать, что он президентом, потому что мы типа как демократия. Плюс-минус. Абудаби это небоскребы, 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 улицы, набережная, дорого-богато, но ведь особо нечего. Вот типичный вид Абудаби. То есть ты ходишь такой, просто у тебя голова вверх, все это смотришь, высотки, высотки, высотки. Все максимально вылизанно, максимально чисто. Вот такой опачки и завтыкал на небоскреб. Я думал, вот я до Эмиратов, я был во многих странах, в многих городах, где есть небоскребы, Бангкок, Уоллумбург, Гонконг. Я думал, что высотками уже не удивишь. Ну, в Эмиратах они как-то особо пафосные, особо дорого выглядят. Да, я был в Эмиратах в начале февраля, и вы видите по одежде, что там нифига не жарко. Потому что есть такой миф, что Эмираты, как и Египет, это как и Израиль, это страна вечного лета, что там всегда жара. Нет. Зимой там холодно. Тут как холодно, плюс 10-15, но при этом бывает очень-очень холодный ветер северный. Прям такой ледяная наждачка с песком. И я даже не купался, хотя там много пляжей, потому что холодно. В феврале в Эмиратах внезапно холодно. Там нормальный сезон, когда не холодно, но не плюс 50, это март-апрель. Март-апрель, октябрь-ноябрь. То есть летом плюс 50, плюс 60, духовочка, горячий ветер. А зимой холодно, обеденной ветер, песчаный пыль. С климатом у них там такое, очень такое. Если они там пытаются, кто в зеленом наслаждении, но это пустыня, ребят, какие к чертям зеленые наслаждения. Я по набережной гулял, постоянно есть ветер, надел шапку, куртку застегнулся, ветер утих, солнце. Солнце даже зимой сжигает к чердям. Света нет, солнце припекает, снял себе верхнюю одежду, паснулся кремом от загара в три слоя. Ветер поглуб такой, блядь, надел на себе верхнюю одежду, надел шапку под шарф, потому что холодно. В феврале эмираты не советую. Это, кстати, слева символ мегапрогресса в эмиратах. Женщины на работе. Эмиратская компания Этихат, крупный авиаперевозчик, очень крутой, ей перелетало, они прям суперкрутуем. И они там до недавнего времени женщины на работу не брали. Теперь берет, ну, Эмираты, как и Саудовская Аравия, как и Катар, Бахрейн, Кувейт и вот эти все страны персидского полуострова, кроме Йемена, они в последнее время старательно демократизируются. Пытаются играть в права женщин, равные права для всех, все такое. Вот на набережной, гуляешь по набережной, тупо местное, знаете, йогой. Всякие там арбитреки, тренажеры, которые с USB-зарядками, можешь воткнуть туда девайс, покрутить педали, зарядить девайс. Это круто, я считаю. Знаменитые эмиратские пляжи. Они очень красивые, они очень чистые. Песочек, такое ощущение, что он через ситечко просеет. Ни бычочка, ни бумажечки, ни салфанчика, ничего. И водичка Березона, потому что это Персидский залив. Он мелкий, он мелкий, под такая вода. Насчет Персидского залива есть прикол. Народ какой-то из стран на его берегу очень не любит, когда залив называют Персидским. По-моему, как раз эмиратцы. Они его называют Арабский залив. Потому что Персия это как бы север, а Персия это Иран. Иран сам ок, когда залив называют персидский, потому что мы персы, у нас залив персидский. Арабам очень не ок, ни фига это не Персидский залив, это Арабский залив и точка. Не жарко. Да. Про чистый пляж. Там у них как, у них урны на пляже стоят? Или там как-то, или как просто сидят люди, чтобы не вырасывали? Или они просто нагнали толпу индусов, которые реально вычищают этот пляж каждый вечер? Как это называется? И то, и другое. Чищают каждый вечер, да? Урн там нет? Урн, честно, не помню. Не то, что упрощал внимания, но толпа упорщиков, кстати, вот видно, да, видно по одежде, насколько там жарко в феврале. Толпа упорщиков, вот, пожалуйста, вот эти люди из Игры в Корне. Тольмара в красных капюшонах. Это упорщики. Да, это вот та самая толпа индусов, которые каждый, я не знаю, сколько раз в сутки проходятся по этому пляжу с грабельками, с пакетами для мусора, и все это вылизывают. Да. Трюнул на асфальт, тебе хлоп, 500 баксов. Возможно, в Эмиратах тоже такая штука есть. Я даже то, что заметил, вот на такие штуки всегда работает сочетание кнута и пряника. То есть, с одной стороны, да, чистенько, упорщики, поощрение чистоты, видимая. С другой стороны, жесткая система наказания. И только в комплексе это будет работать. По крайней мере, вот то, что я писал когда-то статьи про экологию, писал про экологическое образование в странах Саверной Европы, всякая Скандинавия. И вот у них там вначале был жесткий штраф за несортированный мусор, за несанкционированные там мусорки, все такое. А потом, спустя 10-20-30 лет, они потихоньку штрафы смягчили, потому что люди просто привыкли. Но везде, везде, любая страна, про которую я писал насчет экологии, пришла к высокому уровню экологии в городах и в стране Саверной, начиная именно с кратерных мер. Начиналось все всегда с наказания. Мне кажется, иначе просто человеческая психика не работает. Эмиранская еда – это отдельная тема. Это как в Грузии, там порция, это одна порция одного человека. Такая стюлька риса, бирянин, запеченная в горшочке под лепешкой. И мы вдвоем эту порцию не осилили. Это одна порция, она рассчитана, я не знаю, на европейцев четверых, пятерых. В чем прикол? Арабы, они никуда не торопятся. Они заказывают вот такие пары кублюда, они могут полдня сидеть есть. Под кальянчик, под напитки, они просто 2-3-4 часа сидят в кафе, не спеша это все. Поглощают, общаются, они как мы вот здесь. Поел, накидался, так дальше побежал. А зато салат маленький, размером с бокалов своего салатная чашечка. Потому что с овощами там не очень сложно. А вообще, кстати, насчет кулинарии, вот кухня оманская, кухня эмиратская, вообще культура эмиратская, культура оманская как-то отличается или нет? Ощущение как. Если говорить о кухне, то там, что там максимально бедная. Блин, какая кухня у бедуинов? Что нашел в пустыне, то твое. Там кухня, я даже не знаю, что можно назвать прям национальной эмиратской кухней. Вот честно, не знаю, если кто-то мне скажет, я с удовольствием послушаю, потому что там предлагают, ну где стейк из рюблюда. Но стейк из рюблюда это не национальная кухня, а туристическая развивнуха, простите меня. Плюс-минус национальное, что я пробовал, это латте на верблюжьем молоке. Вот там местный такой специалитет. Вот в этом баскопчике, вот на верхнем этаже, я пил латте на верблюжьем молоке. Повторять не хочу. Опыт интересный, своеобразный, повторять не хочу. Он такой слоновато, жирный. А всякая баранина там, ну не знаю, что там из барана делают, шашлык, долма там, то есть они же скотоводы, то есть вот это вот, 100 рецептов из барана, как запеть. Ты не путай с Кавказом, откуда там у них бараны в пустыне. Азербайджан, да, баранина, вот это все. Иран, по-моему, тоже. А Эмираты, мне кажется, кроме верблюдах, то вообще ничего особо не бегает. Могу ошибаться? Гела, ты что-то хотел сказать? Прием, прием. Ладно, я пока оставлю микрофон включенном. Вот это вот самое красивое место во всем Абу-Дави. Эти Хат Тауэрс. Этот комплекс Невоскреба взорвал какие-то награды, как суперкрасивый вид, и это реально суперкрасивый вид. А у меня за спиной, прямо за спиной, это отель, отель с очень интересной историей. История в чем? Шейх, эмиратский главный шейх-президент, заказал построить дворец. Ему построили дворец. Он заказ принял, посмотрел, такой, нет, что-то как-то не прет мне этот дворец, фигня какая-то, не буду я в нем жить. Сделайте из него отель. У нас одни условия. Любой желающий может зайти и погулять. В комнаты, естественно, заходить нельзя, но на первый этаж, в лобби ты можешь зайти, погулять, поглазеть. Это действительно дорого-богато. Это капец дорого-богато. Сплошной мрамор полированный, ковры, золотые унитазы. Да, да, реально золотые унитазы. Я специально ходил в туалет. Там золотые краники, золотые писсуары. Есть это все. Максимально дорого-богато. Но почему-то шейху не зашло, и он такой, пусть там люди живут. Дорого и богато. Огромный холл, там в центре рояль, за роялем постоянно какой-нибудь пианист с мировым именем сидит, наяривает что-то так. То есть вообще в целом эмиран – это воплощенное такое историческое, дорого-богатом вакууме. И честно, я не фанат. Мне лучше пусть это будет грязненько, закопчено, как там храмы Винги, допустим, но как-то живенько, душевненько. А то, что там денег до хера, мрамор дорогой, золото под ногами у тебя, ну, меня это не впечатляет, честно. Ну, золото, ну, мрамор, ну, люстры с кристаллами Сморожские. И че? За этим нет никакого духа, никакой истории, никакого колорита, никакой жизни. Я не знаю, как это корректно выразить, но это просто бездушно. Бездушное золото, бездушное богатство. Такие вот холлы, ковры, я уверен, там все натуральные ткани, натуральная кожа, натуральный кашемир, ля-ля-ля. Вид с колеса обозрения. Колесо обозрения в Агудабе унылое, в Дубае круче. Набережная, набережная, набережная. Котики. Котики, как в Турции, такие все жирненькие, упитанные, пушистые, за них там кормят, расчесывают. Возможно, они тоже граждане Эмиратов и получают какую-то денежку на счет, не знаю. Позерские фото. Позерские фото. Потом я вернусь еще к Абудабе. Из Абудаби нас катали в Дубае. И на полпути между Абудабей и Дубаей есть... Как это назвать? Фудкорт. Короче, заправочно-кафешный комплекс, оформленный в стиле США. То есть там трейлеры вот эти вот все, американские автомобильчики, американские бренды. Выглядит прикольно. Я тут среди пустыни. То есть 200 км в одну сторону ни хрена, 200 км в другую сторону ни хрена. Промотал йогу. Мне просто интересно, а как у них йога и вообще подобная фигня уживается со славом? Просто если в Советском Союзе были вопросы к аэробике, в смысле к женщинам утянутые в лосинах, которые там занимаются, что, мол, это не скрепно, то в Эмиратах-то, вот такие центры. Или они раздельные, а мужо. Уже еще сюда не пускают. Еще раз последнюю фразу. Или они раздельные. Для мужчин и женщин отдельные залы тут. Кстати, вот ты напомнил, да, насчет раздельных. Во-первых, да, раздельные. И в Эмиратах я впервые столкнулся с такой штукой, как Леди Узбич. То есть пляж чисто для женщин. Он огражден высоким забором. Охрана, все, да, пускают только женщины. Туда нельзя проносить смартфоны. А то ты вдруг жену какой-нибудь в шейфах сфоткаешь и положишь потом в интернет, а ей так нельзя. То же самое с йогой. А йога, аэробика, фитнес там мега в тренде. Просто мега-мега в тренде. Я просто общался с русскоговорящими экспатами. И там многие работают, зарабатывают тем, что ведут йогу, фитнес, аэробику для Эмираток. Это очень популярно, да, это очень в тренде. Это вся йога, духовность, все знаешь, но она сейчас в тренде везде. А Эмираты, я напомню, они очень стараются косить под светское государство. То есть, да, это ladies only, да, там только для женщин, да, там только женщины-тичеры. Но есть и есть много. Очень много. Так вот, пустыня, пустыня, пустыня и трейлеры, трейлеры и пустыня. Дубай. Вот так выглядит Дубай, и днем они выглядят уныленько. Зато в ночной подсветке. Ну, высотка на высотке, высоткой погоняете. Причем все это, мне говорили, построено, вот это, окраины города, въезд построено. Последние лет 5-10 строится какими-то бешеными темпами. Дурацкое селфи. А вот это набережная острова Пальмы. В интернете вы, наверное, видели искусственный остров в виде пальмы, такой насыпанный. Но прикол в том, что, находясь на этом острове, ты не видишь, что он в виде пальмы. Увидеть, что он в виде пальмы, можно только либо с верхушки какого-нибудь небоскреба, либо с вертолета, если брать взлетную экскурсию, либо с дрона. А когда ты по нему гуляешь по набережной, что он в виде пальмы, что он в виде тополя, что он в виде березы, что он в виде кустика чертополохова, абсолютно кофе. Павлазные фото в инстаграм. А вот в Дубаях район, который больше всего мне зашел, район Альфа-Хигиев. И если не гуглить, то можно решить, что это исторический район. Старинное здание, старый город. Но это всего лишь реконструкция. Это абсолютный новострой. Новострой закосан по старину, так как старинного там не осталось практически ни хрена. Но построили вот такой вот райончик. С пирсом можно лодочкой покататься по заливу. Тоже на очень историчный, аутентичный лодочек, который называется СУК. Можно на СУКе покататься по заливчику, погулять по райончику. Выглядит это все довольно аутентично. Если не знать, что это новострой, то можно решить, что загулял в старый город. Лодочонки. Очень историчные. Ну и традиционно в историческом арабском районе индийский рынок. Сразу видно, что рынок не для местных. По надписям отлично видно. Для кого этот рынок? Это шафран. Шафран, корица, какие-то орехи. Кстати, корица, если вы не знали, есть настоящая корица справа. И какое-то растение, которое того же вида или рода, но не настоящая корица. Но то, что продается у нас, вот эти вот палочки, это не настоящая корица, не тру корица. Настоящая корица, она в больших таких, больших бревнах. Вот так выглядит. А это какой-то корица-заменитель, какой-то цикорий от мира корицы. Но вот эта штука вторая дешевле, поэтому продают большие. Исторический райончик. Псевдо. Псевдо исторический райончик. Ну это место просто number one в Дубае, которое я очень советую. Там куча кофейн хипстерских, кафешек с террасами, на заливке. Магазинчики с магнитиками. То есть, если нужно какое-то подобие, что-то похожее на колорит, а в эмиратах с этим плохо, с этим очень плохо, то вот Alpha HD в Дубае must visit. Ну видно, мне кажется, все равно видно по проходам, что это нифига не старый город, потому что в старом городе такой ровный мостовой, с уже проложенными коммуникациями. Но нет, ребята, нет. А почему эмираты это боль для меня лично была? Потому что мы там останавливались у родственников. И родственникам было, мягко говоря, посрать на наши какие-то желания, предпочтения, режим дня, ритм. У родственников был план по пунктам заранее составленные, какие нам нужны места обязательно показать. Причем эти места нам показывали не для того, чтобы показать людям, а для того, чтобы другим родственникам сказать, вот смотрите, вы же о детях заботимся, их вот по всем чекпоинтам поводили, на все буш-халифы свозили, вот какие вы хорошие родственники. Это было не очень приятно, мы там были 5 дней, за эти 5 дней дико столбались, потому что туда тупо забивают на твой ритм, но распредогняете, а таскают, буквально за руку таскают по пунктам из списка, но это выматывает. У тебя все эти пункты сливаются просто в один, ты никакого кайфа не получаешь, поэтому я хочу, при случае хочу еще раз пытаться эмираты нормально, нормально, не у родственников, а снять жилье. Вот там, кстати, я смотрел по букингу, до ковида, до вторжения, до всего этого говна, там можно было в трехзвездочном отеле, в хорошем отеле, поселиться за плюс-минус 1000 гривен за ночь. По меркам тех краев это недорого. Да, это не самый центр Дубая, там будет вообще соседний эмират. Но там метро ходит, между двумя эмиратами, и двумя частями эмиратов ходит метро, то есть ты можешь поселиться в эмирате подешевле и ездить на метро, в эмират побогаче. Отличный план, кстати, многие так делают. Жестокое обращение животных. Вот эти штуки, вот эти вот башни, это, знаете, система охлаждения. Так называемые ветряные башни, ветряные или ветровые башни, они специально так строились, чтобы со всех сторон в них задувал прохладный ветер, и потом по системе труб, по системе окон распределялся по дому, то есть в самих домах традиционных, там очень маленькие окна и вообще минимум отверстий, чтобы прохлада не выходила. Вот сверху такая штука, в нее ветер выдувает, жар из дома выдувает, дом охлаждается, а окна и двери маленькие, чтобы благословенная прохлада не выходила, не терялась. Привет барахолкам. Это традиционная эмириарская архитектура, если можно так сказать. Еще в какой-то степени повезло, это был предковид, это было за пару-тройку недель буквально до локдаунов этих всех. Еще везде можно было ходить, то есть уже говорили о том, что где-то там в далеком Китае какой-то новый грипп ходит, но это было забавно, на границе Эмиратов и Омана мне просто выдали анкетку, в которой болеете ли вы ковидом? Да, нет, кашляли, нет, температура под 40 была, нет, проходи, дальше свободен. Никто тебе в носу не ковырялся, никаких QR-кодов, тестов не требовал, золотые времена были, но недолго. Я, кстати, в следующий раз, когда буду в тех краях, обязательно кусю джелобию. Джелобия – это вот такая вот штука, такая рубашечка, которую ты надеваешь на голое тело, хэбэшная рубашечка из натурального хлопка. Говорят, очень удобно, по 40-градусной жаре оно очень, очень-очень не жарко, воздух циркулирует, ты не потеешь, свободно себя чувствуешь, все, все отлично. И хочу себе такую рубашку. Научиться еще тюрван правильно мотать, и можно вообще под мясного косичка. Огромный креветка, огромный рыб. Вообще на улицах, в эмиратах людей мало. Всегда мало, а в основном вся тусня, вся движуха происходит в моллах. То есть в огромных торговых центрах в них гуляют, в них отдыхают, в них обедают, ужинают, в них шапас. Основная вся жизнь, основной поток людей, какая-то движуха, концерт, что-то еще, они под землей, они в торговых центрах. Потому что там тенечек, там прохладно, там кондишен, зачем вообще на жару выходить. Вот видите, везде эти башни. Здесь они в этом районе тупо декоративные, потому что реконструкция. Фоточки в Инстаграм. То, что в Дубае выдавали за национальную кухню, мясо с мясом, с хлебом. Минимум овощей, минимум фруктов. Очень сухая, кстати, вот эмиратская кухня и даже эмиратский вариант тайской кухни, индийской кухни. Почему-то очень сухие. Все очень сухое, пережарено. Как-то не ок. Да. Да, я просто в прошлый раз про национальную кухню. У меня компьютер заглючил. Я хотела спросить, вроде бы булгур откуда-то из тех краев должен быть. Булгур, да. Булгур, да. Да. Он булгур. Да, он есть. Но это же тупо карнир. Булгур с мясом, да. Сухо. Основная претензия у меня к эмиратской кухне – сухо. Очень сухие блюда. Ну, какая страна, такие блюда. Ну, а что ты в любую кафешку заходишь, и там тебе опять же, дорого-богато. Очень дорого-очень богато. Традиционная арабская еда. Лепешка с бобовами, с нутом, кажется, бобовых еще много, да. Лепешка с бобовами, картошка фри. Все. Немножко зелени, чуть-чуть. Это нереально сухо. Ты к этому берешь, обычно берешь к этому колу, чтобы хоть как-то это усваивалось. Сувенирки, сувенирки, сувенирки наши все. С сувенирками там все хорошо, все отлично, все прекрасно. Глобализация. Беспощадная ты, сука. Ничто не выдавало то, что это новый район, кроме как однообразие вывесок. Они все одного образца, все под одну копирочку. Вот за этим кораблем главный музей исторический, дубаев. Но, к сожалению, когда я там был, там как раз был выходной день. Да, кстати, в арабских странах выходные дни это пятница, суббота. То есть весенний рабочий день, пятница, суббота, выходные. Местных на улицах не было. Ребята из Индии, ребята из Индии, ребята из какого-нибудь Пакистана, Афганистана, европейские туристы, и местных почти нету. Мечеть. Просто мечеть. Вечером Дубай выглядит лучше, вечером Дубай начинает светиться. Я из окна машины фоткал, потому что размотал. А вот главный в Дубае был, который под самым высоким зданием в мире, под Бурж-Халифа. Я, кстати, не помню, они все еще самые высокие в мире, где кто-то перепрыгнул. Их там саудиты все хотели перепрыгнуть по высоте. Сейчас скажу, это все еще самое. Да, это все еще самое высокое здание в мире. И высота у этого безобразия. Скажи мне интернет. 829 метров. Это башенка высотой почти в километры. И верхушка выше его неоплодовка. И там на верхушке есть обзор, есть ресторанчик, но нужно записываться заранее, покупать билеты за несколько дней до. И стоит вот там хорошую денег. Ну там он все еще самый высокий. Пытаются его малазийцы догнать, японцы пытаются догнать, но нет, нет, нет. Оно, кстати, какое-то интересно построено, какие-то особые особенности конструкции, насколько я слышал, что оно немножко шатается. Это не жесткая конструкция, это жесткая, гибкая, жесткая, жестко-гибкая, то есть она немножко двигается. Наверное, это стрёмно на верхних этажах, не знаю. Вот, вот где вся эмиратская жизнь. То есть ты по этим торговым центрам можешь гулять весь день. Они огромные, они один переходят в другой, по подземным переходам, по туннелям, по парковкам, и там есть все. Магазины, рестораны, самый большой в мире аквариум. Самый большой в мире аквариум, который можешь не только посмотреть, но и поплавать. То есть ты можешь совершенно бесплатно походить вокруг, посмотреть на всю красоту, на всех этих скатов, окон, рынок. Ты можешь спуститься вниз, пройти по туннелю, который под водой, у тебя это все красота сверху. И за дополнительные денежки можешь еще взять акваланг и там поплавать. Поплавать, акул покормить, скальдиков погладить, за ушком почесать, все такое. Пафосное селфи. Пафосное селфи строить. Там я видел в интернетах витатринические еще устраивают шоу русалок, то есть девочки с хвостами русалочные там плавают хвостиками, машут, танцуют. Такая вот забавная развлекуха. Скатик тебе улыбается. Скатик говорит, как дела? Где-то там умирают еще русские солдаты. День прекрасен. Если вы любите шоппинг и хотите, чтобы прям были все бренды, все на одной территории, максимальный выбор, никаких подделок, все, то вот Дубай, вот туда и на неделю. Вот там, кстати, и отель внутри есть, можно и ночевать, не отрываться, чтобы от процесса. фирменные стенды к Валентину на секундочку. Вот о чем я говорил филиппинки. Няни филиппинки. Они всегда перемещаются группками. Группка нянь филиппинок. Это шейх, один из, по-моему, главных шейх, Мохаммед бин Рашид Аль-Мактуб написал книгу «Гроки лидерства. Как быть шейхом, как быть лидером». Это, конечно, прикольно. Мужик пришел к успеху, стал лидером одной из самых богатых стран в мире и написал об этом книгу. Книга начинается так. Ваши шаги на пути к успеху. Родитесь в правящей семье Аравских Эмиратов. Шаг первый. Меня, конечно, иронизирует, но думаю, там есть успех. Если вам вашу вторую Ламборгино подарили в 16 лет, то у вас есть все шансы стать лидером. Это место, где я залип. И у меня Валентино и прочие бренды там не особо прилищали, но в книжный магазин я залип, там есть все. Вот вообще все. Палочки из Гарри Поттера, анимешные фигурки, комиксы, манго, книжки, энциклопедии, куча-куча-куча всего. Я там где-то на часик залип. Палочки из Снэйпа. Причем все это брендовое, то есть не просто какая-то китайская пластиковая подделка, это деревянные палочки с логотипом читан про Гарри Поттера. Гордеров, кажется. Короче, это брендовые штуки, очень качественные, насколько могут быть качественные деревянные палочки. А стоят до 159 тирханов и 159 тирханов по нынешнему курсу. это 1300 гривен. Вот такая палочка стоит 40 баксов. Да. А, я как раз хотела спросить, сколько стоит, потому что цена написана в незнакомой валюте. пара боксов за деревянную палочку брендовую. Возможно, к ней прикасался сам Аллан Рикман. Благословил ее своим касанием, но это не точно. Хотя, вот я сейчас иронизирую, но если бы там был бета-ранг, который метал сам Бен Аффлек, то я бы уже так не иронизировал. Кто смотрел Терсталванию, тот узнает. Это стоит ну, так, на скидочку где-то сколько Простите, но мне нужно это загуглить. Я могу ошибаться, но мне кажется, это да, нет, мне не кажется. Но это 22,5 тысячи гривен. По нынешнему курсу где-то где-то 700 баксов. Вот за эту фигурочку. Это фонтан. Это просто фонтан с падающими мужиками. Тоже самый, по-моему, высокий вертикальный фонтан в мире. Ребята вообще любят самое-самое высокое, самое глубокое, самое широкое, самое дорогое, потому что могут себе позволить. Ну и вот столько дублей истратил, чтобы сфоткать, это Бурж-Халифа. И я вам так скажу, с земли, ее масштаб особо не осознается. Ты смотришь, она вверх уходит, ну уходит вверх, потому что она почти километр высотой, ты этого не ощущаешь. Если где-то где-то с окраины города или из пустыни за городом, тогда видно, эта фигня торчит, разрушается на земле Дубая, ее прям хорошо видно. А когда стоишь под ней, башня высокая. И собственно, что мы там тусили вечером? Каждый вечер шоу фонтанов. Тоже то ли самые высокие фонтаны уличные в мире, то ли самые большие, то ли больше самым большим вода... короче, самое большое количество воды в денис время, но что-то самое тоже у них есть. Я не помню, что самое, не буду сейчас гуглить, и самое ироничное, там 5 минут на шоу под песню We Got The Power. У нас есть сила. Мне кажется, правильнее было бы петь We Got The Money, но это нюансы. Можно бесплатно посмотреть на это все с набережной, лучше приходить где-то за часик, иначе не протолкнешься, а можно заплатить денюжку, и тебя будут на такой ловчоночке катать прям возле этих фонтанов, вид места в первом ряду. Дорого, богато, пафосно светится. Но вернемся к Абу-Даби. Это локация, которая мне, наверное, понравилась больше всего из всех Эмиратов, но это не туристическая локация, это некая достичь это научный городок. На окраине Абу-Даби есть научный городок, где всякие лаборатории и исследовательские институты там разрабатывают всякие способы использования зеленых в этом городке все полностью на зеленой энергии. То есть там кары на солнечных батарейках, здания все энергии получают в солнечных батарей, поля в солнечных батарей, то есть там эко-технологии, энергетические технологии и всяческих хай-тех. Там можно меня-то просто родственники привозили погулять, посмотреть, а можно взять экскурсию и тебя полагают по районам, покажут, где какие разработки ведутся, где какие изобретения изобретают, но это круто, я считаю. И выглядит он тоже прикольно. А рядышком через дорогу трек Ferrari, трек Formula 1. То есть там Ferrari World, огромный парк Formula 1, рядом еще какой-то супер крутой тематический парк. Но лично мне больше всего зашло наукоград, наукоградок. вот парковочка. Сейчас, когда я был в 19-м году, подожди, в 20-м году туда еще пускали автомобили на бензиновом двигателе, но вроде как в течение 2-3 лет собираюсь запретить туда въезд, ну и вообще они всячески там за экологией выступают, минимально загрязнять и так вокруг густыня. Цветочная мечеть. Самая красивая мечеть в Эмиратах, мечеть Шейха Заида и да, это самая красивая мечеть, что я видел в своей жизни. Она, опять же, она не старинная, там ничего старинного нет, новострой, новострой кажется 6-го года, не изменяет память. седьмого года, новострой седьмого года, в седьмом году это построили, она супер красивая, но это Эмираты. Эмираты, жалко, Илья ушел, ему интересно было про духовность, мечеть, мечеть, то есть священное здание для мусульмана, священное здание ислама, где верующие должны говорить с Аллахом, Аллахи возможно отвечать, но в Эмиратах нет ничего святого, там на первом этаже торговый центр, то есть там под мечетью парковка и торговый центр, потому что в Эмиратах везде торговый центр, и ты приезжаешь в мечеть, внизу пошопился, купил сувенирчики, кафе сидел, поднялся, и поехал на мечеть. Что меня расстроило, когда там была Фран первый раз, там можно было ходить везде, по всей территории мечети из-за количества туристов они сделали загородочки. Увы, вот на эту площадь, например, ходить уже нельзя, ограждено. Увы, 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 почему она цветочная, потому что цветы. И вот все везде, все огорожено, все в загородочках, везде таблички не останавливаться, проходи, сталкер, не задерживайся, таблички место для фото, то есть вот здесь, на этой пяточке ты можешь остановиться, смоткаться и быстренько, быстренько проходи дальше, чтобы не задерживать туристопоток. Меня это немножко расстроило, не люблю такое, знаете, как овечка в загончике, ты между заборчиков идешь, идешь, по столу смотришь, прошел, вышел. По галереям уже ходить нельзя, раньше можно было еще в 16-м, кажется, году можно было везде ходить, сидеть, под колоннами, вот все, сейчас, загородочки, не останавливаться, табличечки, да, халатик выдают на входе всем девушкам, всем женщинам, бесплатно, абсолютно выдают по размеру халатик. это место для фото, на котором можно фоткаться, в каких местах фоткаться нельзя, да, вот я фоткал так, что не видно загорода, и кажется, что открытое пространство, можно везде гулять, к сожалению, ее нет. Но красиво. Вот, ты проходишь, 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 сюда тоже уже нельзя, и в молельные залы уже тоже нельзя, раньше уже было можно, раньше было можно, сейчас можно только с гидами, с экскурсией, ты вот прошелся по периметру, за столбиками, сводкал люстру с кристалом Сваровским, это не шутка, она не с рекойской стала Сваровским, сфоткал стенки, сфоткал пол, и пошел, 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 не стоим, не задержимся, проходим по слову за проезд передаем. Я пытался сфоткать так, чтобы не было видно стульчик охранника, почти получилось. Сместо красивое, но абсолютно бездушное, и вот эти вот загончики, эти загородочки, у меня прям настроение даже. Минус нули на пару пунктов, я когда-то выходил, я даже взгрустнул немножко, потому что, блин, слишком очевидно тебя направляют на протоптанной тропинке, шаг влево, шаг право, пытка к бегству, попытка, вошел на месте, пытка взлететь. Ковер вот этот вот, ковер ручной работы, ручной работы, какого-то крутого мастера, ковер, но по нему ходить тоже уже нельзя. С одной стороны, я могу это понять, да, там огромное количество туристов, если всем разрешать везде ходить, то они эту всю красоту затопчут, сотрут ковры, сотрут рисунки на стенах, все это потом реставрировать, постоянно подметать полы, мыть, проще выгородить тропинку и пустить всех по тропинке. Да, это проще, это экономнее, наверное, как-то неприятненько. Загородочки. Да. Хотела сказать, что это почти как святые харьковские газоны. Да, да, но по харьковским газонам ходим филиза. Хотя тоже, можно было бы сделать так иронично, тоже на этих газонах огородить специальные тропинки. Пиншкин. Да. Надеюсь, мои эфиры не смотрят с Терехов или кто-то из харьковских фластей. А то они ж могут. Ой, как там жарко. Камень, 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 солнце, как вы видите, с тучками, с облачками, там так себе. Не завезли. Шляпа спасала. А это дворец, который понравился шейху. Вместо дворца, который отель, ему построили новый дворец, вот этот. И он ему понравился, и сейчас это резиденция президента Эмиратов, дворец заседаний, зал заседаний ООН, куда, кстати, пускают, зал заседаний правительства, какие-то еще залы. В целом, этот дворец можно характеризовать как правильно, дорого, богато. Максимально дорого и предельно богато. Тут как бы по моему лицу видно, как я отношусь к такой эстетике. Да, как мы обоотносимся к такой эстетике. Золотые слова. Это буквально золотые слова. Это фраза какого-то из шейхов, наверное, очень мудрая, которая увековечена в чистом золоте 99, 99, пробуя. Это не позолото, это не сусальное золото, это чистое золотишко. Это фраза из чистого золотишка. А еще там зачем-то в центре по углам стоят кубики с зеркалами. Не знаю, зачем листать на фото вот такие вот кубики. Вот это дворец правительства, дворец президента. Это вот зал заседаний ООН. Можно вот с мастил ходить-заходить. За предел мастила не пускают, то есть за столом председателя ООН посидеть не получится, к сожалению или к счастью. Когда заседания происходят, вот этот мастил убирают, естественно, но пока никто не заседает, можно зайти посмотреть, где заседают члены ООН в имя. Ну и во дворе виды на очередные высоточки. Вот. Это вид с Тихат Тавр. Там подъемный Тихат Тавр стоит совершенно смешные 50 дирхам. 50 дирхам это на наши деньги или 55 почему мне Google предлагает футингер. 440 гривен. 440 гривен в это стоимость подъема на обзорку плюс ты можешь в буфете там вверху взять что-то себе на сумму 35 дирхам. То есть сам подъем, сам лифт, сам обзорка стоит 15 и 35 ты получаешь такой депозит, за который ты можешь взять себе чашку кофе и какой-нибудь чизкейк. Собственно, кофе на верблюжьем молоке я брал на этой обзорке за билетик. Это прикольно, когда стоимость билетов будет не только подъем и площадочка, но и на верблюжку. Ну и оттуда можно посмотреть, как в Эмиратах создают острова. То есть это все искусственные насыпи берут и песочком насыпают. Они насыпали, в Дубаях насыпали остров в виде пальмы. Возле побережья Дубаев насыпают острова в виде карты мира. То есть это будут острова, каждый остров в виде какого-то континента. И с высоты птичьего помята это будет выглядеть как будто на каждом сморч. И они еще там задумывают на каждом острове воспроизвести колорит одного из континентов. Этот проект где-то сейчас на стадии завершения. Скоро там будут острова в виде карты мира. И закатик. Вот дворец. Один дворец. Второй дворец. Третий дворец. Очередной торговой центр. Самая интересная природная замечательность эмиратов. пустыня. Там офигенная пустыня. Я вот жалею, что опять же в план родственников не входили поездки в пустыню, к сожалению. А вообще там можно за какие-то небольшие относительно деньги, ну за 20-30 баксов взять тур в пустыню и покататься по барханчикам на какой-то цикле, на горблюде, там кофеечек сварят посреди пустыни на песочке. И все это очень клево. Вот та активность, которую я хочу пробовать в эмиратах, потому что настоящие эмираты, настоящий колорит эмиратов, это вот. Вот на этом фото. И следы гиких верблюдов. А вот заканчиваются пустыни, начинаются горы, это уже граница с Оманом. Оман, он не сплошная пустыня, он частично горы, и вот дядя, у которого останавливались, он с женой на выходные ездит в Оман отдыхать, потому что в Омане больше зелени, и там есть Вади. Вади это ну грубо говоря Азис. Вади на местном сфере арабского это сейчас скажу эту самру, кто-то в комменты снова напишет, скажет ты не прав. Сейчас. долина. Слово в голове крутилось, кто-нибудь с арабского вади это долина, и в Омане много плюс-минус зеленых тенистых долин, в которых приятно отдыхать. Если есть машина, а если нет машин, тебе в Эмиратах делать нечего. Если есть машина, просто на выходные можешь съездить в Оман. Вот эта дорога Оман. Сюрприз, сюрприз, в Эмиратах нужно платить за пересечение границы, но не при въезде, а при выезде. Есть ряд стран, Мексика, по-моему, в ту же степь, в которых ты платишь пошлину, платишь визовый сбор, не когда въезжаешь, летаешь в страну, а когда оттуда вылетаешь. Мы, кстати, об этом не знали, налички с собой не оставалось, но там продвинутый пункт пропуска, там можно было карты оплатить. Вот о чем я говорил, брошенная, брошенная, что это у нас? Порша, по-моему. Не, Феррари. Брошенная Феррари. Просто стоит, это недостройка, брошенная Феррари, присыпанная песочком, стоит, скучает, никого нахрен не нужно. Кому Феррари стоит? Ребята сразу видно, из какой страны идут на работу. По ним четко видно, откуда они перейдут на работу. Это въезд из-за Мудаби в Дубай и огромные оборота. Зачем? Просто потому, что могут. Ну и вот еще по Дубаям. По Дубаям. Дороги Дубаев, набережные Дубаев. На фоне все разнообразие эмиратской архитектуры. Эмиратская архитектура во всем ее колорите и многообразии. Баймуринсу видно, насколько это третий день, насколько я устал бегать за родственниками. Прям в глазах читается «Бомогите! Пропустите меня!» Снова Дубаи! Снова Дубаи! Да, это пошли салфачи. В Эмиратах говорят, что там есть еще что посмотреть в других Эмиратах. Не только в Абудаме и в Дубае, но есть какие-то плюс-минус интересные штуки в сейчас скажу есть Эмират, я забыл название на границе с Аманом в Аляйне. Аляйн или Эль-Айн это город на самой границе с Аманом. Там rzeczywiście есть интересненькая. А в целом большая часть Эмиратов это пустыня, небоскребы, новостройки, новенькие блестящие города, новенькие широкие дороги, пустыня, 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 пустыня. С туристической точки зрения, если хочется какого-то каларита, то Эмираты, наверное, это не та страна, Которую я бы советовал в первую очередь, если хочется коварить, то летите в Алинаторе. Нет. Нет, 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 нет. Не будет. То есть там, да, там есть свои особенности. Это может быть интересно. Да, там крутой шоппинг. Там крутые чистейшие пляжи. Да. А в целом сказать, что лучшая страна в мире, самая интересная. Так, вот Аман. Аман, совершенно другое дело, но про Аман я уже рассказывал. Наши ряды сильно поремели. На этом с Эмиратами у меня все. Да, важный момент, Эмираты для украинцев безвизовые. Но не забываем о том, что на выезде нужно будет. По-моему, когда вылетаешь, если вылетаешь самолетом, по-моему, вот этот вот сбор визовый включен в стоимость билета. По крайней мере, во многих странах, где платишь на вылете, этот сбор просто включен в стоимость билета, и все. Но так как я выезжал на автобусе, то я платил. Включу микрофончики. Осталось не так уж много. Все куда-то убежали. Если есть вопросы, поправки, замечания, то можно мне их озвучивать. А я вот пока думаю, думаю, вот я. У нас тут почти все поотваливались. Имеет ли смысл дальше что-то продолжать? Прекрасный теплый вечер, я никуда не спешу со мной с тобой. С другой стороны, может, у вас осталось пять стран? Большое спасибо вам за рассказ. Я внимательно слушала и смотрела. Да, я тоже внимательно слушала и смотрела. Только у меня опять час только что компьютер глюкнул. Хорошо, тогда я на сегодня буду закругляться. Возможно, завтра-завтра, что за суббота. Если завтра у меня будет свободный вечер, то завтра я тоже включусь. И у нас обычно две-три страны за раз, сейчас одна. Может, завтра еще что-нибудь будет. Но это не точно.